Чудеса Прихожу к Тебе я звалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты Прихожу к Тебе я звалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна Прихожу к Тебе я звалою Чудеса Твои велики И любовь Твоя сильна О, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как Ты Бог, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты И другого нет, как ты, Иисус. Это филиппийцам 4 глава 4 стиха. И мы можем это замечательное слово просто исполнить сейчас. Радость. У нас много очень причин для того, чтобы радоваться. Самая главная причина это то, что Иисус умер за нас. За то, что Он воскрес, простил нам грехи. И мы можем иметь вечную жизнь. Дорогие друзья, еще важно открывать свои сердца. И у меня в сердце есть огромное желание, чтобы эта молодежка, просто она понравилась нашему Господу. Наступает время, мы будем прославлять дальше Бога. Будет замечательное служение. И наш Бог, мы просто хотим пригласить Его, чтобы Он был с нами. И это благословенное прекрасное место. Исполним, когда пригласим Бога на это место. И помолимся, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог дал нам мир в сердце, Бог дал нам радость, все необходимое. Приглашаю вас к молитве. Дорогой и любящий Бог, мы даем тебе всю славу. Спасибо тебе за то, что ты есть наш любящий Отец. Приглашаем тебя сюда, на это место. Мы хотим прославлять твое святое имя. Мы хотим открывать тебе свое сердце. Мы хотим делать это искренне, в радости, с любовью. Мы рады всех видеть. Пусть имя твое будет прославлено вовеки. Живой и любящий Бог. Ты достоин славы. Ты достоин хвалы. Слава тебе, Господь. Поприветствуйте друг друга. И будем прославлять нашего Бога. Слава тебе, Господь. Пусть имя твое будет прославлено вовеки. Славы лишь тебя, ведь не такие, как ты. Все слова лишь тебе, ведь ты единый Бог. И не такие, как ты. Ты достоин, ты единый Иисус, кто достоин самой высшей славы. Ты единый Иисус, ты единый за все славы. Отпустим руки тебе, прославим лишь тебя, ведь не таких, как ты. Все слова лишь тебе, ведь ты единый Бог. И не таких, как ты. Представляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин. Представляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин. Ты единый Иисус, ты единый Иисус, кто достоин самой высшей славы. Ты един, Иисус, ты един, со всей славы, со всей славы. Громче бой, громче бой, ведь он наш царь, он велик и святой наш мир создал. Громче бой, громче бой, ведь он наш царь, он велик и святой. Иисус, ты великий Бог, ты великий Бог, Иисус. Мы представляем тебя, мы представляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин, представляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин, представляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин, прославляем выше, выше всех имен. Ведь ты достоин, ты един, Иисус, кто достоин самой высшей славы. Ты един, Иисус, ты един, со всей славы. Ты един, Иисус, кто достоин самой высшей славы. Ты един, Иисус, ты един, со всей славы. Ты святой Иисус. Иисус. Наш Бог великий, наш Бог славный, и Он живой. Аминь. И будем представлять такого Бога. Аминь. 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 Ждем мы в начале дня, тебе наш Бог Возносим взгляд, творит в сердцах Настроим мы, куда пойдем Там будешь ты, ты пламенем своим Зажег всю жизнь, любовь твоя Сверкает в нас, дороги все Ты осиял и блеском славы Тьму прогнал, не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Будешь каждый день сиять, не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Рула, стой, ты сияй! О, Бог, жив во мне, Бог, жив во мне ты Жив во мне ты, ты в сердце жив на вечно Ты в сердце жив на вечно Ты память своим зажег всю жизнь Любовь твоя, любовь твоя, светкает в нас Дороги все, ты осиял и блеском славы Тьму прогнал, не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Будешь каждый день сиять Не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Будешь каждый день сиять Будешь каждый день сиять О, Бог, жив во мне, Бог, жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно О, Бог, жив во мне ты Жив во мне ты, ты в сердце жив на вечно О, ты в сердце жив на вечно О, ты в сердце жив на вечно На вечно, на вечно В любви Бог твоей я На вечно, на вечно На вечно, на вечно В любви Бог твоей я На вечно, на вечно Все это мы знаем Не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Будешь каждый день сиять Не указать никогда Во мне любовь твоя, ею ты через меня Будешь каждый день сиять О, Бог, жив во мне, Бог, жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно О, Бог, жив во мне ты Жив во мне ты Ты в сердце жив на вечно О, ты в сердце жив на вечно Ты в сердце жив на вечно Все слава тебе, наш Бог! Добрый-добрый вечер! Отлично, всем привет! Хорошо, вы знаете, сегодня мы решили сделать для вас такой нестандартный ход служения. Какая тема этого месяца? Ребят, семья, я не слышу, давайте повторимся вместе. Отлично, спасибо всем, у нас тема этого месяца семья, и для каждого семья это как понятие воспринимается по-разному. Кто-то, когда думает и слышит про семью, это для него что-то такое трепетное, а для некоторых людей, возможно, это боль. Бывает и такое. Знаете, мир привык, что семья это как черновик, что если не получилось один раз, ты можешь пробовать еще раз, еще раз, еще раз. Но люди, они сами по себе не идеальны, они ищут идеальных людей, но, к сожалению, каждый раз они расстраиваются. И, к сожалению, оставляют за собой след из сломанной жизни, разбитых сердец и боль. Моя история началась, когда мне было шесть лет. Мы с мамой жили вдвоем, в однушке на небольшую зарплату. Спустя какое-то время в нашей семье появился отчим. Он был военным, так что можно было догадаться, какой у него был характер. Сначала мы поладили, и я даже пару раз называла его папой. Но спустя какое-то время его отношение ко мне резко поменялось. И я не понимала, почему. Я терпела унижения, ссоры, постоянные конфликты. И даже было такое, что он однажды поднял на меня руку. И с того самого момента в моем сердце начала прорастать ненависть. Когда мне было 11-12 лет, я начала ходить на домашнюю церковь. Узнала об Иисусе, Его прощении, силе молитвы. В этот период конфликты между мной, отчимом, а потом уже и мамой становились все жестче и жестче. И начала замечать, что он часто переписывается с кем-то по вечерам, когда мама спит. И решила прочитать его сообщение. Так я узнала, про его тайные отношения на стороне. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но мне просто не хватило смелости во всем рассказать маме. Я молилась за это. И вот наступил момент, когда мы узнали, что он болен раком. Человек, которого я ненавидела, смертельно болен. И у меня был выбор. Простить или таить обиду у себя внутри. Я выбрала простить и молиться. Всю зиму, почти каждый день, моя мама ездила к нему в госпиталь и ухаживала за ним. Я так горжусь ей. И вот, после его выздоровления, он ушел. Просто ушел. А хотя нет, не просто. Он забрал машину и оставил нас жить в общежитии втроем. Отец, за что? А вы знаете, мои родители самые лучшие. Мамочка у меня самая красивая и самая добрая. А ее улыбка всегда в моей голове. Когда мне грустно, я представляю, как она смеется и обнимает меня. Как мы долго разговариваем о разном. О девчачьем. Как я тебе рассказываю о своем дне в школе, О своих маленьких победах и таких неприятных неудачах. Ты слушаешь и говоришь, что все будет хорошо. Ведь ты рядом и всегда будешь рядом. А я улыбаюсь, и мы вместе забываем обо всем. Папочка, ты приходишь с работы таким уставшим. Но у тебя всегда есть время для меня. Ты самый сильный и умный среди всех-всех. Я так вас люблю больше всего на свете. Мне так жаль, что я вам помешала. Так жаль, что я не была в ваших планах. Вы мне так дороги. Мамочка, помнишь тот день, когда за мной приехали незнакомые люди? Ты лежала на полу и почему-то не могла подняться. И когда я плакала и звала тебя, ты, казалось, меня не слышала. Мамочка, тебе было так плохо. Я хотела принести тебе воды, но эти люди просто забрали тебя куда-то. А потом и меня посадили в машину. Я пыталась убежать, но та женщина меня догдала. И теперь я здесь. Тут как в школе. Только меня не отпускают домой, и мне очень страшно. Тут так много детей, которые плачут и хотят увидеть маму и папу. Но к ним никто не приходит. А я знаю, ты ко мне приедешь и заберешь меня. И мы с тобой будем гулять долго-долго, кушать мороженое и кормить голубей в парке, как когда-то. Я тебя так жду. Мамочка, ты ведь приедешь? Я не спала всю ночь. Все плакала и плакала. В моей голове раилась куча вопросов. Почему он так со мной? Я же его люблю. Как мне сейчас тяжело. И все пытаются меня понять, но только не он. У него работа, видите ли, ему неприятности не нужны. Как сейчас помню его слова. Он говорил мне, что он не против детей. Просто сейчас это не вовремя. Что у нас еще будут дети. Куча детей. Но не сейчас. Годика через два, когда он закрепится на работе, на достойной должности. Он хотел, чтобы наш ребенок ни в чем не нуждался. И да, он сказал, чтобы я хорошо все обдумала и сделала выбор. Я осталась наедине со своей болью. Я долго думала и о жизни, и о смерти, но, увы, я с ним была согласна. Рожать нужно, когда ты уверена, что твой ребенок будет обеспечен. А я... Я не работаю, а мой парень толком не знает, что у него с работой. Это же лучше, чем те дети, которые живут на улицах или в детских домах. Вот что они видели в своей жизни, кроме сигарет, наркотиков? Я не хочу своему ребенку такую жизнь. Собравшись с мыслями, я позвонила ему и сказала, «Знаешь, ты прав, сейчас не то время». Он был очень рад. Он сказал, чтобы я не беспокоилась, и что он устроится на высшем уровне. А я положила трубку, и слезы опять мне накрыли. Прошло две недели. Сегодня он сказал мне, что время назначено на три часа дня, и я не знала, куда мне деться. Вот и наступил тот день, когда я должна убить своего малыша. Подходя к клинике, борьба в моей голове становилась все громче и громче. Что-то внутри пыталась меня убедить в том, что я совершаю ошибку. Что я не могу так поступить. Я же буду самой настоящей убийцей. Только в сто раз хуже. Он же не может себя защитить. Он не может сказать, как ему больно. И это терзало меня вот изнутри. Но вторая часть меня говорила, что у меня все еще впереди. Что я поступаю правильно, и что, по крайней мере, он не будет мучиться. Ноги уже подкашивались. В холле в ожидании сидели десятки девчонок. И когда передо мной в очереди уже никого не оставалось, появилось огромное желание убежать, просто плюнуть на все и не оставаться. Но я осталась. Меня уложили на высокий стол. Началась подготовка к операции. Я закрыла глаза, и время будто бы остановилось. Я услышала тихий голос. Это был мой малыш. И он обращался ко мне. Мамочка, что происходит? Почему мы врача? Почему ты все время плачешь по ночам? Почему вы с папой все время ссоритесь? Может, вы уже не хотите меня? Но я ведь так стараюсь сделать все, чтобы вы меня любили. Мамочка, ты же меня любишь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сильнее с вами этого мира Спросите, легко ли простить? Нет. Легко ли отказывать? Нет. Но благодаря силе, которую ударит нам Господь, мы с вами прощаем, мы с вами любим. И в местописании сказано, что в 1 Иоанна 4,8 сказано «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас будет зараз час до поклонения. Мы можемо подняться. И группа прославления может також выходит. Знаете, поклонения – это то время, когда мы можем прийти до Бога, поделиться радостью или печалью, что у нас есть на сердце. И знаете, на думку пришла историю всем известного персонажа из старого заповедника Иова. У него было очень легкое життя. И он остался всего в один момент – семьи, друзей, достатку. И, несмотря на все обвинувачения даже его друзей, что он грешил, он все равно был виноват Богу. Он молился, шукал его. Он даже в своем условии говорил, что он знает мой путь, пусть и спитает меня, выйду как золото. Знаете, если сейчас у вас есть тяжкие часы, вы что-то переживаете, вас кто-то образит, кто-то, возможно, обвинувачивает вас несправедливо, вы пройдете этот путь разом с Богом. Вы даете все свои печали, все свои проблемы Богу. Он знает ваши проблемы. Он слышит. Николи он не оставит вас, даже когда вам кажется, что его поруч нет. Придите сейчас к Богу и действительно познайте его, его волю, верните к нему. Он вам обязательно ответит. Поклонимся ему. Святый Господь, мы приходим к тебе в молитве. Бог, мы так нуждаемся тебе. Ты наша Альфа и Омега. Ты начало и конец. Бог, мы знаем, что случайностей не бывает. И все, что происходит, это запланировано тобой. И мы знаем, что ты на каждом пути с нами. Ты держишь нас своей крепкой рукой. Боже, ты наш океан. Ты наш океан. Ты наш Господь. Ты наши звезды. Ты наша вселенная. Ты наша надежда. Ты наша любовь. Бог, ты наше чудо. Ты тот, кем мы так нуждаемся. Святый Господь. Ты тот, кто дал прозрение. И тебя всегда передо мной. Ты тот, кто дал спасение. Вся глушима всякий стран, дав понять, что ты вольне. Верю я в тебя, Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Верю я в тебя, Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Ты сделал невозможное, Дам постигнуть мне тебя, Дам постигнуть мне тебя. Ты тот, кто отдал жизнь за нас, Кровь твоя покрыла нас, Кровь твоя покрыла нас. Верю я в тебя, Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. О, мой Бог, я верю, Верю я в тебя, Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Верю я в тебя, Иисус. Иисус всемогущий, Ты всесильный, Ты великий, Ты царь царей. Иисус всемогущий, Ты Бог. Ты Бог, который был и есть, Ты святый Божий, Сын с небес, Ты мертвых жизней возвратил. Ты великий Бог чудес, Ты великий Бог чудес, Ты великий Бог чудес, Ты мертвых жизней возвратил. Ты великий Бог чудес, Ты великий Бог чудес, Верю я в тебя, Верю я в тебя, Верю я в тебя, Бог творящий чудеса. Я верю, верю я в тебя, 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 В Верю я в Тебя, в верю я в Тебя, Верю я в Тебя, в упорящей чудеса. 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 Все мы разные, Господь, но каждый из нас пришел сегодня ощутить Тебя, мой Божий. Каждый сегодня пришел прикоснуться к Тебе, Господь, прикоснуться к тому, Господь, кто пришел на эту землю, кто умер, Господь, за каждого из нас, за всех нас. Хоть мы и грешные, Господь, перед Тобой, но Ты все равно умер за нас. Мы благодарим Тебя, дорогой Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. И давайте сегодня воздадим Ему славу большую. Насколько сильно мы любим Его. Давайте воздадим Ему славу, потому что только Он один, достойный этой славы. Никто, ни один человек на этой земле не достоин того, чтобы мы стояли перед Ним на коленях. Но каждый из нас, мы можем встать на колени перед Богом. Мы в своей душе можем поклониться Ему, потому что Он наш Царь. Он любит нас. Он наш Отец. Он пришел на эту землю за каждого из нас. За всех наших близких, за наших родных, наших друзей. За наше будущее, за наше прошлое и настоящее. Он наш Бог. Он наш Бог. Верю я в Тебя, в Твоя щи чудеса. Слава Богу. Давайте еще Ему славу воздадим большую. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, группа прославления. Мы можем присаживаться. Давайте улыбнемся друг к другу, когда будем присаживаться. Что-то, может, теплое скажем. Как рады друг друга видеть, если, конечно, рады. Сейчас, секундочку, я возьму свои бумажки. Дима сказал, что у вас уже все проповедуют с телефона, с айпэдами. Ну, у меня просто телефон не очень хороший. С него не особо не проповедуешь. И вот сегодня пригласили меня говорить с вами о такой интересной теме. Тема сегодняшнего нашего вечера – это семья. Это очень сильно интересная тема. Для меня она… Ну, я только создал свою семью. То есть у меня еще молодая семья. Ну, у меня есть мои родители, есть бабушки с дедушкой. Я думаю, у многих из вас тоже есть. Я немножко повидал, что такое семья. Чуть-чуть знаю. Ну, основной источник моих знаний о семье – это Господь Бог и Библия. И знаете, первое, о чем я хотел сегодня поговорить – о том, насколько большая сила есть у семьи. Знаете, в Экклесиастов, 4 главе, 9 стихе, кое-что очень интересное написано. Сейчас я попытаюсь открыть Библию. И вот в 4 главе, с 9 по 12 стих, кое-что сказано. Здесь написано. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. На горе одному, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется». Знаете, во-первых, наша семья, как бы там ни было, я знаю, что поначалу, возможно, так и не кажется, когда приходишь домой, там, отец, не знаю, алкоголик, или мама не очень сильно долюбливает вас, возможно, в семье какая-то негативная атмосфера. Но на самом-то деле, семья создана Богом, как здесь написано, да, для того, чтобы объединиться вместе, для того, чтобы мы вместе умели бороться с какими-то трудностями и проблемами. Знаете, в здоровой, хорошей семье, когда отец хороший, когда мать любит своих детей, когда братья и сестры, они в мире живут между собою, когда они уважают и почитают родителей. Эта семья очень крепкая. И даже если на эту семью подует какая-то стужа, если какие-то проблемы навалятся, то каждый станет друг за друга, и написано «Нитка втрое скрученная, нескоро порвется». И они будут вместе стоять как один. Это будет твердая скала. И такую семью Бог заповедовал каждому из нас. И я знаю, что каждый, сидящий здесь, на этом месте, достойный этой семьи. Потому что мы с вами дети Божьи. И Бог нам оставил это. Бог каждому из нас, вот лично тебе, лично мне, Он дал возможность создать такую семью. Или молиться за свою семью, чтобы она такой стала. Чтобы, когда наступают какие-то тяжелые моменты, то тебя не угнетали, не пинали, тебя какие-то под зад, ну, под зад как-то тебя пинали, или унижали тебя. Но чтобы, наоборот, тебе помогали. Чтобы, когда ты упал, тебя подняли. Чтобы вы были вместе. Вот такой должна быть семья. Но дальше мы будем читать, как бывает, на самом деле. Как бывает. Все, да, очень хорошо было сказано. Но как на самом деле бывает. И опять-таки, вернемся к Библии. Это Бытие. 27 глава. Всем вам известная история. Еще с детства известная. Ну, тем, кто с детства верующий. А тем, кто читает Библию, так подавно известная. И в 27 главе с 30 по 35 стих написано. Здесь написано про Исаака. Я сначала прочитаю, а потом объясню. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел в словле своей. Это такой первый стих, просто чтобы с вами порассуждать. Кто помнит эту историю? Исаак, Иаков. Да, это история о ком? О чем? О первородстве, да. Что в этой истории произошло? То есть, был отец, у него было два сына. Один сын, когда второй был голоден, потому что написано, что второй был косматый, он ходил в поле, воевал. А тот сын, который был чуть младше, который не был достойен еще первородства, он больше дома сидел, мама любил, а того больше любил папа, потому что тот воевать любил. А того мама больше любил, он такой был маменький сыночек. И вот он, тот приходит как бы с охоты, ему очень не хотелось покушать, тот ему дает кушать, но говорит, я тебе дам покушать, только если ты мне дашь свое первородство. Он тот говорит, забирай, дай мне только покушать. Мне просто настолько плохо, что мне нужно покушать побыстрее. Ну, бывает так. И вот проходит время долгое, длительное, и получается, Исаак, он, точнее, не Исаак, а Яков, он задумывает забрать это первородство. Ну, как его забрать, если отец, он-то знает, он хоть и был слепой, но он, тут написано, был косматый, то есть он был волосатый, а тот был гладкий, то есть не настолько волосатый. Ну, такие были дела. И вот приходит он к отцу, он оделся, ему мама помогла, он оделся в одежду своего брата старшего, надел такие, написано из меха, штуки на руки всякие, для того, чтобы, когда отец будет трогать его, чтобы он почувствовал, что это типа его старший сын. Вот он пришел, читаем дальше. А, не, 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 вот он пришел, что он сделал? Первородство украл, отец его благословил, он не заметил, что это другой сын, он сначала сказал, подойди ко мне, я потрогаю тебя, он потрогал, вроде бы сын, понюхал, вроде бы сын, благословляю и благословил. Отдал ему все-все-все, первородство, первородство, хотя он не был этого достоин, по Библии он не был этого достоин, это было не его, это было, и это было все Исаава. И вот, что происходит, опять читаем, как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, вот эта история, и как только вышел Иаков от лица Исаака, то есть вышел шатра, когда его благословили, Исаав, брат его, пришел с ловлей своей, приготовил и он кушанье, перенес отцу своему, и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, писав. И вострепетал Исаак, папа его, весьма великим трепетом, то есть испугался, и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословлен. Исаав, выслушав слова, отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль, и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение от твоего. Не бывает ли часто с нами так? Вроде бы два брата, одна кровь, но в то время в Израиле благословение первородное, оно считалось величайшим просто благословением, потому что все, 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 что было у отца хорошее, он передавал сыну. И вот он у него это отбирает и крадет. Не бывает ли у нас так в жизни? Не бывает ли так, что как будто бы он же самый близкий, он же должен наоборот давать мне, а он берет и забирает меня. Не бывает так, что нас преуменьшают в семье, возвышая кого-то. Бывает так. Бывает так, что родители унижают постоянно детей, а бывает и наоборот. Бывает, дети унижают родителей. Есть еще одна интересная история. Написана она в Бытие 37 уже глава. Я быстренько ее прочитаю вам. 37 глава, с которого всего лишь по 4 стих. И вот написано. Это уже про внука Исаака. Вот житие Якова. Иосиф 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, ну короче, и доводил Иосиф худые о них слухи до конца их. Израиль любил Иосифа. Более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Кто знает, как эта история дальше продолжалась? Иосиф. Его братья родные. Кстати, колены Израилевы. Те, с кого пошел весь-весь-весь род, двенадцать братьев было. И вот, эти братья, они собрались там, пасли овец. Иосиф пошел к ним, пришел к ним как бы кушать принести вообще-то. Они его не любили, потому что Иосифу снились сны, которые им не нравились. Во-первых, его папа любил больше всех, а во-вторых, ему снились сны, не такие, как им хотелось бы. Потому что в снах везде они ему поклонялись. И вот они его ненавидели большой ненавистью за то, что им снится, что он выше других. Он и так его папа любит, еще и сны ему такие снятся. И вот что они замышляют. Сначала они хотели его убить, но они потом передумали, схватили его, кинули в канаву, сели, написано, не реально так сели, сели, покушали, потом и шел караван, продали его за двадцать серебряников, даже меньше, чем Иисуса Христа продал Иуда. За двадцать серебряников продали. И он ушел в рабство на очень много лет. На очень много лет. Что случилось? Вы представьте себе, братья забрали его из семьи. Ему было семнадцать лет, здесь четко сказано, ему было семнадцать. Многим из нас здесь, да, сейчас семнадцать лет. Ему было семнадцать лет. Его оторвали полностью от семьи. Его же братья, его же родные оторвали, забрали и выкинули. Выкинули далеко, хотели вообще убить, но передумали, слава Богу, и отправили далеко. И вот, что мы можем с этого взять? Можем подумать и сказать, нужно было, что это за братья такие, все так плохо. Семья на самом деле недобро, как ты говорил, Славик. Семья это плохо, там постоянно тебя унижают, там могут и так вот поступить с тобою. Нету пророков в своем отечестве, все плохо, родители так, сяк, короче, не поддерживают меня, братья и сестры не любят. Я прихожу домой, и там, короче, мама что-то меня заставляет делать, папа заставляет то, мама то. А еще может быть хуже, много хуже. А бывает такое, как было, приведу вам пример, из своей жизни частично. Это пример у моей мамы. Ну, я не знаю просто, честно, лучший пример, просто детально очень хорошо его знаю. И вот, была моя мама. Была маленькая девочка еще. Как раз пошла в школу, она в 7 лет получается, ее сестра родилась младше. Кстати, сестру никто никогда не трогал. Сестра была любимая, как кто? Как Хеосип. Да, она была любимая, она могла приносить плохие оценки, там, что хочешь делать, ее никто не трогал. Но не моя мама. Моя мама, мой дед, он был коммунист, настолько ярый, что если бы мы сейчас собрали здесь съезд коммунистов, и вместо каждого из вас сидел коммунист, то дед был бы самый ярый из них. Самый ярый. Потому что он был, он настолько был жесткий. И вот этот дед, ну мой, ее папа, он сказал ей, что она может приносить домой только пятерки. За четверки она будет наказана, за тройки будет побита. За двойки и единицы, мы даже не будем с вами говорить, потому что мама получила только одну двойку в своей жизни, очень сильно пожалела об этом. И вот, что произошло. Он ее бил и наказывал просто за то, что она приносила даже тройки-четверки. Такого робота себе создавал. Он за все, за все ее наказывал. Никогда ничего ей не покупали. Все покупали у младшей сестры. Ей, послушайте, мама сама себе шила одежду. Сама. Она сама себе шила одежду. Говорит, что приходила иногда, короче, с нее смеялись, что она типа сама себе вышла какую-то ерунду. И с нее смеялись. Вот так было все. И у нее закрадывалась внутри ненависть. Ненависть к своему отцу. У Иосифа тоже закрадывалась ненависть к своим братьям. У Исава тоже закрадывалась ненависть к своему брату. Закрадывалась. Написано, что Исав даже хотел убить. Так вот. Что происходит дальше? Думаете, все хорошо, да? Нет. Маме стоит 17 лет. И вот 17 лет она первый раз покрасилась. Тогда было такое время. Она первый раз накрасила себя. 17 лет. И вот, когда увидел ее папа, что она накрасилась, он ее очень сильно побил. Очень сильно побил ее. Просто избил там кровь. И в тот момент она очень сильно возненавидела ее. И она даже не могла его называть папой. И честно сказать, в моем детстве я вообще не помню, что моя мама называла хоть раз дедушку моего папой. Она его бывало называла папенька как-то так, шутя как-то, или еще как-то. Но она никогда его не называла папой. Она его ненавидела. И в принципе, я думаю, каждый из нас бы поступил на ее месте так же, потому что действительно было несправедливое отношение к ней. Но следующий наш пункт это но как же все может быть с Богом? Как может быть все с Богом? Читаем. Бытие. 33 глава. Все основывается на слове Бытие. 33 глава. Мой рукой тяжело. Сейчас. Все-таки, наверное, в электронном виде легче, да? Листать Библию. Итак, 33 глава с 1 по 4 стих. Это есть по первой истории. И взглянул Иаков и увидел и вот идет Исав, его брат. Это уже через много лет. Очень много лет. У них была вражда. Иаков очень боялся Исава, потому что Исава был воинственный, написано. И взглянул Иаков и увидел и вот идет Исав и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахилии и двух служанок. То есть увидел, что идет Исава. Получается, пришло много времени. Вот он смотрит, идет Исава. Тот брат, который хотел его убить. Тот, который он украл все. Полностью все. Вот он идет и за ним 400 человек. Он испугался, написано. Очень сильно. Поэтому во всей главе написано, как он испугался, что он там разделил все свое имение, потому что если убьет то, то хотя бы спасет. Что происходит дальше? И поставил служанок и детей впереди, Лию, то есть свою жену и детей ее за ними и Рахиль, который еще больше любил Иосифа позади. То есть расставил таких всех. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз подходя к брату своему. То есть он настолько его боялся, что вот так вот пришел к нему и говорит, Боже, пожалуйста, не убивай меня. Что происходит дальше? И побежал Исаф к нему навстречу и обнял его и пал на шею его и целовал его и плакали вместе. То есть тот брат, который не был виноват, неужели Исаф был в принципе, он там продал за похлебку, он даже невзначай, возможно, это как-то сказал, все равно в итоге Иаков обманул его. Обманул его. Но тот брат, который как будто бы у него надо просить прощения, он сам побежал. Он сам побежал и начал просить прощения. Читаем еще. Бытие 45 глава про Иосифа, как раз ровно открылась, 14-15 стих. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. То есть, что сделал Иосиф? Очень похоже. Не братья у него попросили прощения. Послушайте, Иосиф, хоть у него была тяжелая жизнь, он достиг уже настолько воскуршен, тех братьев мог стереть вправо. И мог стереть вправо. Но оба эти человека, оба, они любили Бога. И они знали Бога. А знаете, что происходит, когда человек знает Бога? Он по неволе начинает немножко задумываться, а как Бог вообще поступает с нами? Мы же его тоже дети. Кто из нас сейчас может с легкостью поднять руку и сказать, что он никогда в жизни не предавал Бога? Кто? Кто из нас может сейчас встать и сказать, я никогда не предавал Бога, я самый лучший его сын? Никто. Каждый из нас. Я лично очень много раз предавал Бога. Очень много раз предавал. Я не самый лучший его сын. Но Бог-то почему-то прощает меня. Бог почему-то все равно не наказал. Я все равно сейчас говорю с вами, я живой, у меня есть жизнь. Хотя, некоторые мои грехи, возможно, были достойны смерти. но все равно я с вами живу и сейчас говорю с вами. Потому что Бог любит нас. И знаете, очень сильно классное слово сегодня Фред говорил, что когда мы познаем любовь, тогда мы познаем Бога. И на самом деле в них была любовь. Не одна распря. Знаете, как достичь вот этой силы семьи, как сделать семью сильной? Мы с вами всегда должны научиться отдавать. Мы с вами всегда, каждый из нас, мы должны научиться прощать. Мы всегда должны первые идти. Потому что семья это очень сильное, это большое достояние, большое сокровище, что у нас есть. Послушайте, 20 лет назад мне было 3 года. Мне сейчас 23. 3 года. 20 лет назад вся моя семья, она была разрушена. Послушайте, мой отец был наркоманом, дед бухал, бабушка только пришла в церковь, короче, было 20 человек, молилась. Моя бабушка, что она может вообще сделать? Моя бабушка очень робкий человек, она просто может молиться. Но за 20 лет всяких, возможно, унижений, всяких, возможно, когда бабушка приходила домой, а дедушка ей говорил, да что ты сектантка достала уже, опять, короче, пришла в той церкви. Когда папа, возможно, поднимал руку на маму, когда мама терпела все это. Я это все видел своими глазами. Я все это видел. И я знаю, что если каждый из нас мы будем по-настоящему друзьями Бога, как поступает Бог с нами, только по-настоящему узнать, то мы с вами всегда сможем правильно поступить в нашей семье. Каждый из нас всегда сможет сделать правильный выбор. А как узнать, как поступает Бог? Самый лучший способ как узнать, как поступает Бог? Вот наш ум. Неужели мы можем умом осознать Бога? Нет. Мы умом его не можем осознать. Он очень сильно высоко по сравнению с нашим сознанием. Неужели можем его осознать сердцем? Не всегда. Да, мы можем его чувствовать, приятности такие внутри, теплоту. Но мы же в этот момент не понимаем, в принципе, его. Он просто, можно сказать, обнимает нас и гладит. И гладит. Но как можно понять, как вообще действует Бог? Как можно научиться у него лучшим образом? Никто не знает. Может, есть предложение? Может, кто-то угадает? Самый лучший способ – это ему служить. Самый лучший способ – это делать то, что Бог делает с нами. Он всегда нам служит. Бог служит нам. Бог Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, что Он делал с людьми? Служил им. Вся Его жизнь была построена на том, чтобы служить. Я с вами не говорю сейчас о том, чтобы мы взяли там домашку, стали пастырями, евангелистами, миссионерами, собрались, короче, завтра и пошагали куда-то непонятно куда, в другое село жить, и тогда в вашей семье все будет хорошо. Нет. Чтобы понять Бога, нужно поступать, как поступает Бог. Нужно просто делать добрые дела. Как часто Бог, можно сказать, унижен по сравнению с нашими делами. Как часто мы можем там согрешить, потом пойти помолиться, как будто мы, короче, цари этой земли. Мы такие боги, короче. Мы ходим. Тут мы главные. Но на самом-то деле, для того, чтобы понять Бога, каждый из нас, мы должны делать добрые дела. Вставая утром, молиться Ему, просто молиться. А возможно, взять просто сегодня, подойти к кому-то, возможно, даже ты знаешь его или не знаешь. Просто спросить у него. У тебя есть нужда? Слушайте, у каждого из нас есть какие-то нужды. И просто начать за Нему молиться. Послушайте, тогда мы начнем учиться у Бога. Тогда мы поймем. Тогда у нас появится та любовь, о которой мы говорили. Тогда внутри нас будет жить. Тогда мы научимся первыми идти и просить прощения. Как легко, когда ты маленький, когда ты открытый такой. Когда у тебя нету еще этих стен, которых ты строишь, ограждая себя от всех, ограждая себя от социума, ограждая себя от злых, плохих родителей, от братьев и сестер. Орождая себя от всего. Нету еще этих стен. Ты маленький. И маленький человечек вот такой, как бегали вот там дети. Они всегда прибегут и первые попросят прощения. Первые. Но почему они это делают? Не потому, что они глупые. Не потому, что они тупые. Мы должны быть такие, как дети. Потому что именно в этом и вся мудрость. В этом вся мудрость. Любить, прощать. Любить и прощать. И знаете, я под конец уже скажу, что, возможно, здесь есть люди, у которых и нету, в принципе, семьи. Ну, возможно, вам еще далеко до этого. Возможно, вы очень давно не ощущали тепла. И, возможно, я вам честно скажу, возможно, в скором времени не ощутите своих родных. Вы знаете, кто у нас есть? У нас есть наш Отец. Иисус Христос когда-то сказал, как мы должны молиться. Отче наш. Первым делом Он сказал, отче наш. То есть, Он сказал, что говорите, отче наш. То есть, Бог, Он наш Отец. И знаете, если каждый из нас, у нас есть какие-то проблемы сегодня. Если кто-то из нас, мы уже давно не ощущали какой-то теплоты Божией. Мы сегодня будем с вами молиться. Каждый из нас не зря сюда пришел. Каждый из нас сегодня может почувствовать эту теплоту. Возможно, вас оставили. Такое тоже может быть. Возможно, на вас плюют. Возможно, есть какая-то ненависть в вашей семье. Возможно, даже все хорошо. Независимо ни от чего. Где бы каждый из нас не оказался. Будь то мы в какой-то яме. Будь то мы среди людей. Но на самом деле одни. Где бы мы ни были. Наш Отец, Он всегда будет с нами. Всегда. С Богом потеряем и все. Всех людей в этом мире. Мы никогда не потеряем Его. Он самая основная наша семья. И только у Него мы можем всему научиться. И давайте мы сегодня с вами встанем сейчас. У нас сейчас будет прекрасное время. У нас будет две молитвы. Первая молитва. Мы просто сейчас попросим, чтобы Господь Бог, Он пришел к нам, как Отец. Чтобы Он пришел к нам, и Он просто зашел в наши сердца и был для нас той семьей, возможно, или теми чувствами, которых, возможно, нам не хватает. Возможно, мы просто попросим у Него на учение какого-то. Как бы нам нужно поступать. И просто прикоснемся к Нему. А вторая молитва будет после первой. Я вам все расскажу. Давайте помолимся. Дорогой Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть у нас. За то, что Ты учишь нас, Господь, как мы должны прощать. Да, мы знаем, Господь, что часто обижает нас. Но также мы знаем, что мы первые должны идти. Послушай, Господь, я знаю, что человечество, оно обижало Тебя на протяжении, Господь, многих тысяч лет. Но Ты первый, Господь. Ты первый сделал шаг. Ты спустился с небес, Господь, ради каждого из нас. Это был самый великий отцовский шаг, Господь. Потому что Ты отдал свою жизнь. Ты не мог по-другому отдать свою жизнь, потому что Ты бессмертный. Но спустившись сюда, спустившись сюда и служа каждому из нас, Ты смог отдать нам свою жизнь. Ты смог дать нам спасение. Ты подарил нам любовь каждому из нас. И сегодня, до сих пор, пройдя очень много тысяч лет, каждый из нас имеет вечного Отца. И потеряем мы все в этом мире. И даже если у нас не будет во что одеваться, и даже если у нас не будет никаких денег, и даже если не будет ни одного человека близкого нам, всегда будешь с нами рядом Ты. Потому что Ты пришел на эту землю ради каждого из нас. И Ты всегда с нами. И мы просим Тебя, Господь, приди сегодня к нам. Приди в наши сердца, Господь. Мы хотим ощущать Тебя, Господь. Мы хотим знать, что поистине есть Отец у нас. Поистине мы знаем, откуда брать ту любовь, Господь. Поистине, мой Боже, Ты есть с нами, мой Бог. Мы очень благодарим Тебя сегодня за все наши семьи, мой Боже. За все, Господь. За все моменты в жизни, которые Ты нам дал. Я знаю, что все сложные моменты нашей жизни, Господь, Ты нам давал для того, чтобы мы стали сильнее, мой Боже, и не ради того, чтобы просто смотреть на нас, как мы мучаемся. Я знаю, что все те моменты, когда Господь давал нам что-то хорошее, мы Тебя не благодарили за это. Ты все равно, Господь, нас любишь. Я знаю, что даже в тех грехах, Господь, которые мы делали, Ты уже простил нам, Господь. Спасибо Тебе за Тебя. Спасибо Тебе, Господь. За Тебя, мой Бог. За Тебя, дорогой Господь. Спасибо Тебе, Боже мой. И знаете, сегодня у нас будет прекрасная возможность. Давайте сейчас по двое или трое. Потому что каждый из нас, он в Боге, брат и сестра. Брат и сестра. Вот здесь сейчас стоит одна семья. Да, возможно, вам так не кажется, возможно, здесь есть ваши враги. Но, возможно, это ненадолго. У Иосифа тоже было 11 врагов. Но потом они стали ему брать. Знаете, сегодня у каждого из нас есть возможность сказать Богу спасибо за свою семью. Вам, возможно, будет тяжело. Возможно, обижает вас очень сильно. Но давайте сейчас разделимся. Двое или трое. Я знаю, что, возможно, вы стоите рядом с теми людьми, которым вы можете доверять. И скажите просто, скажите спасибо. Вот что-нибудь. Даже если нечего сказать. Возможно, уже давно нет у ваших родителей. Но все равно найдите маленькое, хотя бы маленькое спасибо. И скажите спасибо за свою семью. И помолитесь. И поблагодарите Бога за то, что Он вам дал семью. Субтитры подогнал «Симон» Скажу, что оцените всегда свою семью. Возможно, именно от вас зависит, какой она будет. Возможно, именно от вас зависит, от каждого из вас. Вы думаете, вы никто? Там много кто в Библии показано был никем, а стал самыми великими людьми. И много от кого, как будто бы никто, Бог изменил все. И знаете, возможно, от каждого из вас зависит то, какими будут потомки вашего рода. Возможно, от каждого из вас зависит будущее многих и многих людей. И знаете, начните себя. Начните менять себя. И тогда, я верю, каждая семья, она не сменится. Но нужно начать с семьей. Спасибо вам. Спасибо Богу. Слава Богу.